Девушки отдыхают Люди, которые вломились в наш квартал, незаконно нарушали границы Парень, который их собрал, который спланировал шествие, сказал на следующий день, что он изначально намеревался нарушить закон Что ему нужно было нарушить закон, чтобы быть услышанным Никто из них не был арестован, никому не предъявлено обвинение Окружной прокурор, видимо, решила, что ее работа заключается не в том, чтобы защищать нас от преступников, а чтобы защищать преступников от нас Мир сошел с ума До сего дня меня слегка раздражал этот процесс Но сейчас я просто взбешен Ситуация вопиющая Вам также должно быть страшно Я имею в виду сила государства грозит обрушиться на вас за то, что вы воспользовались самым базовым правом из всех Естественным правом, правом на самозащиту Собираетесь ли вы оставаться в том месте, где вас хотят посадить в тюрьму за то, что вы защищали себя? Знаете, каждый должен отстаивать то, что правильно Им не удастся меня запугать, я не дам над собой издеваться Левые используют социальное запугивание и угрозы, чтобы заставить людей подчиниться и начать извиняться Хотя они ничего плохого не сделали Мы все сделали правильно и не собираемся извиняться Мы не собираемся отступать и мы не собираемся никуда переезжать Людям нужно пробудиться и осознать, что происходит Это целенаправленная попытка уничтожить наш образ жизни, изменить фундаментальный общественный договор Покончить с капиталистической демократией и заменить ее на власть толпы Они поощряют насилие, защищают преступников и преследуют людей, которые пытаются защитить себя Это дикость Людям пора проснуться и начать обращать на это внимание Кто-нибудь объяснил, что вы должны были делать в ситуации, когда полиция не реагировала? Они не приехали защищать вас, несмотря на то, что вы им платите Частная охрана тоже не приехала, вероятно, из страха, что на них подадут в суд Что вы должны были делать, когда люди вломились и начали вам угрожать? Но знаете, различные комментаторы предположили, что мы должны были просто зайти внутрь и начать снимать их на мобильной Вы хотели бы, чтобы 300 человек ломали вещи, устраивали пожар и убивали вас в вашем доме? Или вы предпочли бы остановить их, пока они снаружи? Мы решили остановить их Что будет теперь? Вы не боитесь отправиться в тюрьму? Я не знаю Я весьма поверхностно знаком с уголовным процессом Мы получили поддержку от Белого дома, от губернатора Парсона, Эрика Шмидта, нашего генерального прокурора Похоже, единственный человек в Соединенных Штатах, который считает, что мы сделали что-то не так, это наш окружной прокурор Она тот человек, который выпустил из тюрьмы всех, кто ответственен за грабежи, пожары и погромы, последовавшие за смертью Джорджа Флойда в городе Сент-Луидс Единственные люди, которых она хочет преследовать, это люди, которые защищали себя от всего этого Больше никто ее не интересует Итак, вы были мишенью преступления, вы не отступили, вы неоднократно были на телевидении, люди знают, где вы живете И теперь правительство конфисковало ваше оружие, так что вы не сможете себя защитить На каких основаниях они это сделали? Ведь, насколько я понимаю, оружие было надлежащим образом зарегистрировано Да, я думаю, что по технической стороне закона они должны определить, было ли оружие летальным или способным причинить серьезные телесные повреждения И поэтому они должны взять его и проверить, что-то такое Тогда будут какие-то выводы Но суть в том, что полиция, я уже говорил это раньше, полиция не хотела этого делать Они понимали, что просто делают свою работу Они были очень вежливы, но вы правы Я имею в виду, что сначала они пускают эту толпу к нашим дверям, а затем лишают нас возможности защищаться Это почти невероятно Я ценю, что вы пришли сегодня вечером Удачи вам и вашей жене Мы, конечно же, будем следить за этим Марк Маклоски, спасибо вам Спасибо, Такер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok